Екатерина Великая появилась на русском троне в 1762 году при весьма драматических обстоятельствах. Фактически она подготовила дворцовый переворот, целью которого было устранить от власти ее мужа Петра Третьего. Ну и вот заговор этот удался. Действительно, Петр Третий был убит гвардейцами в одной из загородных резиденций. Ну и вот после этого объявлено было о том, что теперь на престол восходит Екатерина Вторая, она же впоследствии Екатерина Великая. Конечно, это все было очень неприятно, очень тяжело, она плакала, она говорила, что моя репутация теперь погублена. Но так или иначе, что сделано, то сделано. И вот она решила, что она должна каким-то образом искупить вот тот грех, который, несомненно, она ощущала как грех, то есть убийство мужа. Искупить чем? Искупить служением России. Она действительно хотела сделать России много добра, она хотела остаться в истории как великая правительница, ну и, несомненно, в значительной мере ей это удалось. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Что же ей удалось сделать? Ну, прежде всего, она вошла в историю России как правитель, который проводил политику просвещенного абсолютизма. Просвещенный абсолютизм – это политика социальной демагогии, цель которой – представить монархию в качестве защитницы интересов всех сословий. Когда в реальности она защищала, конечно, интересы, прежде всего, правящего класса, дворянского сословия, но во всех ее публичных делах, во всех выступлениях она постоянно говорила, что она заботится о благе всего народа. В чем же проявлялась эта политика просвещенного абсолютизма? Ну, прежде всего, она хотела, как действительно великие правители, составить новый свод законов. Законы – это же главное для правителя, это его, так сказать, знак в истории. Иван III создал судебник, Иван Грозный создал судебник, царь Алексей Михайлович создал соборные уложения. Ну и вот Екатерина хотела тоже создать новый свод законов. В 1767 году была созвана уложенная комиссия, которую составляли депутаты от разных сословий. Но, разумеется, крепостных крестьян там не было, но, правда, были государственные крестьяне, были, конечно, дворяне, были казаки, были инородцы. И вот задача этой уложенной комиссии состояла в том, чтобы выслушать представителей разных сословий, объединить их пожелания в некое целое и, таким образом, составить новый свод законов. Такой свод законов, который удовлетворял бы интересам, ну, большинства, скажем так, населения России. И вот эта уложенная комиссия работала, ну, около года, но в результате ничего не изменилось. Дело в том, что, как только комиссия открылась, сразу стало ясно, что интересы совершенно противоположные. Что купцы хотят иметь монополию на торговлю, что дворяне хотят иметь купеческую торговлю и так далее. То есть у каждого сословия интересы, которые в значительной мере противоречат интересам других сословий. А главное – это правящее сословие, дворянство. Ну и вот дальше Екатерина стала думать, что делать с этой комиссией. Она поняла, что тут никаких позитивных дел не намечается. Кроме того, ей стали говорить, что государыня, дворянство недовольно, дворянство не понимает, зачем это какие-то новые законы. У нас и так все есть. Поэтому любые новые законы для нас только хуже. И кроме того, Екатерина поняла, что ей так деликатно напоминают о том, что она пришла к власти в результате переворота. Но легко может и потерять власть в результате такого же переворота. Потому что перевороты делались тогда, когда какая-то часть правящего класса, может быть, значительная часть, была бы недовольна правителем. Так вот, уложенная комиссия работала около года, никаких новых законов она не сделала. В это время как раз начиналась очередная война с Турцией. Было объявлено, что в условиях войны никаких законов нам пока не нужно, давайте это отложим. Отложили, война затянулась. И когда война закончилась в 1774 году, то никто уже про эту комиссию не вспоминал. Все поняли, что этот вопрос остался нерешенным. То же самое, второе известное проявление политики просвещенного абсолютизма – это конкурс вольного экономического общества. А суть была в том, что в 1765 году Екатерина создала так называемое вольное экономическое общество, которое объединяло помещиков, дворян, которые хотели как-то усовершенствовать свое хозяйство, решать какие-то совместные экономические вопросы. И вот это вольное экономическое общество начало свою деятельность с того, что объявило конкурс. Конкурс на лучший проект по заданной теме. А тема была такая – а можно ли крестьянам владеть собственностью? В условиях, когда крепостные крестьяне не имели собственности, не имели недвижимости, такая постановка вопроса была в завуалированной форме, постановкой, связанной с отменой крепостного права. Если крестьянам можно владеть собственностью, то они уже не крепостные, они полноценные люди. И вот открылся этот конкурс, присылались проекты и русских, так сказать, мыслителей, и за рубежа приходили проекты. В конце концов, примерно через полгода были подведены итоги. Первую премию получила сочинение французского публициста Барона де Ля Бея. Он там писал о том, что, в принципе, да, крестьяне должны владеть собственностью, потому что они такие же люди, как и все остальные. Но в России крестьяне такие дикие, отсталые, что им еще нельзя давать собственность, они ее пропьют и вообще не знают, как с ней распорядиться. Вот таким образом, тихо, без лишнего шума, без перевода даже первой премии на русский язык, закончилась эта конкурс вольного экономического общества. Ну, можно привести еще целый ряд проявлений ее вот этой политики просвещенного абсолютизма. Мы даже не можем, собственно, ей в душу заглянуть, что она реально хотела. Но мы видим, что реально она не могла себе многого позволить, потому что она понимала, что правящий класс может очень жестоко ее за это наказать. И, собственно говоря, если оценивать всю внутреннюю политику Екатерины, вот весь ее длинный, в общем-то, век на троне с 1762 по 1796 год, то мы видим, что постоянно она заботится о том, как бы не испортить отношения с правящим классом. При ней дворяне получают все привилегии, все, что можно было. Крепостные, им запрещается жаловаться на помещиков. Крепостных можно ссылать в Сибирь, то есть, ну, практически крепостных превращают в рабов. И вот в этом рабском состоянии Радищев изобразил жизнь русской деревни и за это поплатился ссылкой в Сибирь. Ну и, во всяком случае, конечно, некоторые вопросы она решала позитивно, если они не затрагивали интересов правящего класса. Если затрагивали, то это все тут же отодвигалось на второй план. В этом смысле, я думаю, что показательно за ее правление не было никаких наказаний за коррупцию, никаких расследований и преступлений чиновников высокопоставленных. Когда ей говорили, что, государыня, вот такой-то сенатор или губернатор проворовался, там страшное дело, казна пуста, она усмехалась и говорила, что, ну, если мне говорят, что воруют, то я говорю, значит, есть что воровать, значит, богатая наша страна, это хорошо. А позднее, уже лет через пять после смерти Екатерины, Карамзин Николай Михайлович произнес знаменитую фразу. Он сказал, что если попытаться одной фразой выразить то, что происходит в России, то надо сказать, воруют, воруют. Это Карамзин, который знал, конечно, жизнь России неплохо. Так вот, при Екатерине происходит окончательное оформление сословной системы. То есть сословия были и раньше, но они были в таком несколько неопределенном положении. Теперь четко сформирована была система пяти сословий. Пять сословий. Первое – это дворянство, второе – духовенство, третье – купечество, четвертое – мещане и пятое – крестьяне. И вот все эти пять сословий разделялись друг от друга количеством привилегий и обязанностей. Самое привилегированное сословие – это, конечно, дворяне. Дворяне имели все привилегии, могли владеть крепостными. Полупривилегированное сословие – духовенство. Духовенство имело те же привилегии, то есть свобода от телесных доказаний, свобода от подушной подати, свобода от рекрутской повинности, свобода домов от воинского постоя. Это все было. Но у духовенства не было одной привилегии – право владеть душами, право владеть крепостными крестьянами, только дворяне. Ну, купечество имело тоже некоторые привилегии – гильдийские. То есть те, которые вошли в гильдию, богатые купцы, они освобождались от рекрутской повинности, их дети. Они имели свободу от подушной подати, вносили сразу процент с капитала, ну и так далее. Крепостные крестьяне не имели никаких привилегий, разумеется, да и государственные тоже, а только одни обязанности – и платить подати, и размещать войска, когда они идут, и телесные наказания они могли, их можно было крестьян подвергать. То есть вот эта вот система пяти сословий, которые имеют определенные обязанности, определенные права – это была четко созданная Екатериной структура. Было два документа – жалованная грамота дворянству в 1775 год и жалованная грамота городам, где все это было зафиксировано. В правлении Екатерины происходит быстрое развитие товарно-денежных отношений. Было принято такое, можно сказать, знаковое решение о том, что это был указ 762 года, запрещавший приписывать крестьян к мануфактурам и запрещавший покупать крестьян к мануфактурам. Теперь по неволе идет развитие вольно-наемного труда, то есть идет развитие уже буржуазных отношений, потому что вольно-наемный труд – это явление уже общества буржуазного. Ну и вот фактором, способствовавшим развитию вообще и буржуазных отношений, и главной товарно-денежных отношений, была, конечно, торговля на юге. Вот эти вот воины с Турцией, которые вела Россия при Екатерине, они, с одной стороны, расширяли территорию страны, и тут можно спорить, нужны вообще они были или нет. Но, безусловно, что эти воины открывали России выход к морю. И, собственно говоря, почему Екатерина стоит на одном уровне с Петром Великим? Потому что они решили одинаковые задачи. Петр нашел, пробил окно в Европу, нашел выход к морю Балтийскому. И Екатерина, она подчеркивала это, Екатерина нашла выход к Черному морю и дальше к Средиземному. Появляются там порты, появляются города, появляется флот черноморский. И вот в результате всего этого Новороссия, Южная Россия, становится производителем товарного хлеба. Дешевый товарный хлеб хлынул через Черноморские порты, в первую очередь через Одессу. Он хлынул и в Турцию, и дальше на Средиземное море. И за этот хлеб хорошо платили. Поэтому пошла оттуда волна денег с юга. И вот южные помещики стали фантастически богатеть. Быстро, можно сказать, ни на чем. Потому что урожайность там сам 5, сам 7, сам 9, несколько раз выше, чем в центре России. А в центре России урожайность сам 3, потому что почва тут другая совершенно. А помещики средней полосы России, увидев, как их южные собратья богатеют, они, естественно, стали завидовать. Искать способов тоже не отставать от них. А способ такой был только один. Увеличить подати своих христиан. Увеличивают подати. Что делать бедным христианам? Христиане уходят на заработки, в отходные промыслы. Уходят в города, устраиваются там какими-то работниками, кровельщиками, плотниками. Волга кормила бурлаки. То есть любой ценой нужно было заработать. И помещики отпускают своих христиан. Всё, идите, куда хотите, делайте, что хотите, только вот приносите два раза в отчинную контору, два раза в год установленные цифры. Таким образом, товарно-денежные отношения делают быстрый рывок вперёд. И с точки зрения общеисторической, это, безусловно, было прогрессивное движение. Екатерина это понимала, не препятствовала этому. Наоборот, своей южной политикой она как можно шире открывала дорогу российскому капиталу на южные рынки.